приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы в ночь с 4 на 5 ноября 2021 года всего через несколько дней нас ожидает уникальное космическое событие новолуние рождение луны произойдет в знаке скорпион по мнению некоторых астрологов этот знак зодиака имел другое раньше название орел так назывался он возможно в далеком прошлом это и было время зодиака гордой птицы свободной птицы поднимающийся высоко над всем миром и видящий как на ладони всю картину бытия эпоха рыб внесла коррективы и появилось новое название скорпион и мы его знаем с графическим обозначением и такими объясняющими слова словами дьявол человек жало скорпион связан с экстремальными ситуациями преодолением трудностей с испытанием эмоций и мы живем сейчас в удивительное время перехода из эпохи рыб в эпоху водолей и у нас снова есть возможность полета возрождения птицы феникса из пепла нашего возрождения из скорпиона где главное испытание снова же возвращаемся к обозначению дьявол человек жало вот оно должно быть как экзамен или сдано или не сдано третьего просто не дано вот эти наступающие дни новолуния в знаке зодиака скорпион это время смерти старого когда человек спал по грязну в страсях в раздорах в насилии в войнах страданиях и это постоянно была жизнь в эмоциях страха страх всегда порождал одну реакцию выпустить жало и ранить другого убить ради выживания ради получения материальных благ власти денег это новолуние дают нам возможность на фоне всех событий начавшихся в 2020 году и вновь сейчас захватывающий всю планету именно осенью 2021 года родиться новому человеку человеку открывшему в себе огромную духовную силу и поднявшемуся над всем нынешним миром стать птицей птицей свободно красиво парящий в голубом чистом небе поставляя свои мощные крылья созидательным энергиям солнца энергиям нашего творца первого творца создателя того кто подарил человеку свою частичку солнечной творческой энергии и вложил ее в сердце каждого человека наши постоянные зрители подписчики начиная с декабря 2019 года вместе с нами провели кропотливую большую работу по возрождению себе духа творца и у нас есть такой плейлист который называется избранная и мы там вот эти видео выставляли как мы это делали мы несколько лет очищали вместе свои жизни от обид от страхов от боли из своего прошлого так мы готовили себя к новой жизни в новую эпоху свобода любивого водолея на практике строили всю свою жизнь а также труд на земле в наших садах на дачах на грядках и это все делали в позитивных мыслях и те несколько тысяч человек которые проснулись вместе с нами и поняли свое предназначение творца вместе с нами в дни весеннего равноденствия уже этого 2021 года начали созидать лепить рисовать ткать вышивать свою личную индивидуальную волшебную планету свою землю с райским садом даже получили свои первые практические результаты в виде хорошего урожая и при этом мы использовали вот эти все позитивные созидательные энергии космоса у нас внутри у каждого появились мир гармония понимание понимание того что мой внутренний мир мой храм в сердце это мое сокровенное место исполнения моей мечты мы поняли что наши мысли это фундамент это кирпичики стен нашего нового дома нашей новой планеты а затем и вселенной и галактики ой аж дух захватывает когда понимаешь что у бога есть только твои руки твои мысли для новых творений творений чистых ярких красивых гармоничных несущих в себе изобилие всего что нужно для простого человеческого счастья новолуния в скорпионе я уже его называю еще через дефиску скорпионе орле это переход в новый мир мир интуиции и мысли наступает время глобального о чувствования себя как индивидуальность и в то же время как часть мира природы посмотрите наше сегодняшнее видео это вот хризантемы которые мы буквально снимали вчера хризантемы мультифлоры как никакое другое растение дают нам эту подсказку в виде таких шаров из множества цветочков вздумайтесь и посмотрите источник корешок один всего один корешок один первотворец первосоздатель и столько цветов уникальных творений красочных ярких необыкновенные вот эти лепестки разные на первый взгляд одинаковых но при тщательном осмотре и изучении каждого цветочка понимаешь что нет даже двух одинаковых цветков каждый цветок это отдельная индивидуальная планета это индивидуальная душа а вместе это огромный красивый шар огромный мир красоты мира множество миров как же нам в это бурное сложное время перемен из будничных мелочей собрать необыкновенно красивое ожерелье мудрости настоящие произведения искусства одновременно и сложно и просто просто напросто учимся радоваться мелочам причем каждый миг нашей жизни вот мы проснулись и радуемся утру или солнечное или туманное дождливое снежное не имеет значения оно есть оно прекрасно только нужно надо увидеть это и в это время когда мы радуемся каждая клеточка нашего тела от нашей радости мгновенно мгновенно наполняется радостью радуемся своей комнате своему дому ароматному чаю краснощекому яблоку ожидающему чтобы мы его вкусили а в это время за окном летают красивые птицы растут красивые растения падают волшебной красоты снежинки несутся скоростные красивые капельки дождя к земле а лучики солнца красивые лучики солнца заполняют все пространство красивым ярким светом высвечивая красоту всех частичек нашего пространства где мы находимся нашего мира весь день в любом деле во всех обычных бытовых мелочах находим радость радость улыбайтесь всему приветствуйте всех своих родных животных птиц растения снежинку листик пусть он желтый он упал а на земле но он выполнил свою работу энергетика еще в нем есть всегда никуда энергия не девается всегда она есть радуемся всему и каждая клеточка в это время наполняется радостью миром гармонией просто и сложно вместо страхов которые порождают ежеминутные сми новостные ресурсы когда включаешь телевизор слушаешь радио очень сложно и в то же время можно это сделать наполнять себя радостью позитивом созидательными мыслями уходите от этих новостных ресурсов они обманчивы это как раз и есть вот эти испытания нас тех творцов которые должны научиться творить своими мыслями они чужими и эти чужие мысли далеко не хорошие не созидательные если же будем продолжать жить в страхах клеточки нашего тела воспринимают эти энергии как завершение игры как завершение жизни хотите если хотят кто кто то хочет они естественно выбирают делают свой выбор и выбирают именно этот вариант мы же выбираем другой вариант радость ежеминутная каждодневная труд кропотливый абсолютно без выходных и он этот труд приносит и далее будет приносить исцеление и возрождение из пепла птицы феникса возрождение вот этого скорпиона который превращается вот этот пепел а затем в птицу мы в это в новолуние как раз завершаем старые программы и принимаем решение уйти из игры со страхами или родиться новому миру внутри себя и воспарить ввысь стать творцом своей земли своей вселенной своей галактики как же мне это все нравится вот такое величайшее нынче нас ожидает новолуние это граница граница где позади старый мир войны страданий боли и страхов а впереди новый мир радости счастья благополучия изобилия давайте поддержим создателя первого творца который любит каждого из нас в каждый момент времени это очень важно именно наши действия несут нам здоровье восстановление мира отсутствие страхов и более счастливую жизнь тратим свою богатейшую жизненную энергию на созидание своей новой красивой радостной благополучной жизни именно этого мы хотим и это этого желаем вам уважаемые наши зрители слушатели а мы это авторы канала раиса горяченко и александр волик и мы желаем каждому кто слушает и смотрит это видео именно вот такой прекрасной границы перехода в это новолуние в новую жизнь рождение новолуние это всегда рождение новой луны и это прекрасный момент рождение внутри нас нового человека человека который летит который созидает который возрождается к здоровой жизни к здоровому телу и естественно к тому чтобы в здоровом теле здоровый дух творил созидал свою благополучную здоровую жизнь ну что ж до новых ярких встреч на нашем канале будьте все здоровы яркого новолуния нового яркого красивого рождения